Экспозиция музея военно-исторической миниатуры пополняется из запасов Вячеслава Лопашова, который занимается коллекционированием оловянных солдатиков. Несколько дней назад на селожах музея появились солдаты Закавказского линейного батальона, которые защищали южные границы Российской империи. Закавказский военный округ он тогда назывался. Это 1879 год, война в Закавказье. Героическая война, о ней мало чего известно. Почти полгода в музее выставлена диорама Бородинского сражения. История экспоната началась 30 лет назад. Тогда Вячеслав Лопашов купил первый комплект солдатиков, участников боя при Бородино. Это были гвардейцы-гренадеры. Я увидел, что их было много, захотелось еще каких-то приобрести. И впоследствии стали их красить, как могли мы все это делали. И закончилось тем, что сначала делали маленькие диорамки, совсем маленькие, где-то на обычном столе. Когда численность миниатюрных бойцов обеих армий перевалилась за несколько сотен, стало ясно, что масштаб диорамы нужно увеличить. В итоге площадь экспоната выросла до 6 квадратных метров. Длина игрушечного поля боя – 3 метра. Это соответствует 6 километрам в реальных условиях. Тогда в бою сошлись более 250 тысяч военных обеих армий. Это, можно сказать, была пробная мировая война, когда вся Европа, без исключения вся Европа, была здесь, на Бородинском поле. Всего на диораме Бородинского сражения в Музее военно-исторической миниатюры установлено 1600 миниатюрных солдатиков. Они выполнены в масштабе 1 к 72. Еще порядка полутора тысяч игрушечных бойцов различных эпох и стран расположились на стеллажах. В ближайшее время они тоже станут частью новых экспозиций. Планы, конечно, гигантские. Все это создание диорам. То есть вот к небольшим солдатикам, которые за Кавказский округ, будут добавлены еще, естественно, линейная часть побольше. Турки будут добавлены. И это, собственно говоря, будет небольшая диорама за сражение на Кавказе. В 4 ноября Вячеслав Лопашов вместе со студентами, школьниками волонтерского объединения «Победитель» представил зрителям мини-диораму «Освобождение Москвы народным ополчением» под предводительством Казьмы Мининой и Дмитрия Пожарского от польских интервентов. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.